Ведическая цивилизация, когда именно люди, творение Бога, совместное творение всех энергий, вселенной, они были созданы в гармонии, в любви, и они сами являются богами, потому что созданы по образу подобию Бога. И вот эти люди жили в ведический период, и началось внедрение инородное через мысли, через вот эти голоса. Физически они не могли напасть на эту планету, потому что по законам вселенной, они пытались изнутри. Почему сейчас многая информация, она раскрывается людям, и многие люди говорят, блин, а зачем они нам это все раскрывают? Да, зачем? А потому что это есть законы вселенной. Темные, они не могут творить свое бесправие, не обнародовав информацию, понимаешь? Только когда они обнародовали ее, по законам вселенной, и если народ промолчал, тогда они начинают это воплощать. Ну, они же согласились. Молчание так сказать. Да. Вот, если народ начинает выходить, протестовать против этого, то они не могут. Ребята, что мне нужно рассказать? Да. COVID-19. Есть такой фильм, южнокорейский. «Терюс позади меня». COVID-19 начался у нас в 2019 году, ровно за год вышел этот сериал, и там в 20 какой-то серии полностью характеристика вот этого COVID-19 изложена. Я думаю, будут продолжения. Ну и про «Титаник» то же самое, там они, понятно, все, они свои планы обязаны. За 100 лет было написано «Титанике» прямо и название. Они обязаны свои планы обнародовать. Поэтому вот в эту древнюю ведическую цивилизацию, совершенную, извне, понимаешь, извне начинают влазить. Причем физически просто они не могут уничтожить ее, залезть сюда, допустим, начать ресурсы туда, добывать и земли, и еще что-то. То есть, поэтому они пытаются изнутри, то есть, человека совратить. Чтоб он сам. Да, чтоб человек якобы сам начал своих детей убивать, нам в войнах участвовать, друг друга убивать, как будто это его личная инициатива, понимаешь? Вот. Теперь вопрос. Кто виноват в том, кто искусил дитя божественное, искреннее, или дитя, которое подверглось искушению? Еще третья есть лицо. Какое? Или кто позволил это сделать? Нет. То есть, ты хочешь Бога туда приплести? Нет, 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 нет. Бог дал свободу воли человеку, это все, это уже точка поставлена. Бог не вмешивается без просьбы человека. Пока человек не попросит, Бог не вмешается. Почему добро всегда побеждает? Потому что, если люди где-то не увозят, в последний момент они начинают просить отца. То есть, в последний момент перед смертью люди начинают обращаться к вездесущему отцу, и все, и он тогда уже вмешивается. И поэтому добро всегда побеждает. Так вот, вот эта совершенная цивилизация, она благодаря именно иноземному внедрению, но она не то, что иноземная, благодаря инородному внедрению, она развращается. То есть, нелюдями. И политики сейчас многие, они находятся вот на связи с этими инородными сущностями. И они выполняют их волю. А многие просто являются нелюдями. Некоторые на контракте работают, а некоторые просто нелюди. А как отличить? Люди-то или нелюди? Есть какие-то отличительные признаки? Ну, отсутствие совести. Но это можно только по делам отличить. А еще? Потому что оболочка, оболочка, она может быть любой. И подходим мы к тому, что реально сейчас на планете, на нашей Земле происходит. То есть, изначально они зашли, и когда уже заходили, такой айсберг их верхний начинал появляться. Это жречество египетское. Это уже явное такое, знаешь, их влияние. Когда жрецы, они уже начали, они уже собрались. Там был верховный жрец. И они уже начали решать, как стадами управлять. Первое их было решение замедлить скорость мысли. Чтобы свою они не могли ускорить скорость мысли. Так как там должна чистота помыслов участвовать. Тогда они решили замедлить. Ну, тут они уже использовали питание. Начали внедрять вот это вот питание, когда... Так как было всем известно, что питаться можно как дышать. Они начали вводить вот эти правила, когда еду начали убивать, уварить, термически обрабатывать. А что конкретно назовешь? Термически обрабатывать еду. Начали термически убивать еду. То есть, все знают, что более 42 градусов ДНК сворачивается, разрушается, витамины. Витамины все уничтожаются. А для этого надо было задать условия, чтобы ее термически обрабатывать. Значит, изменение климата. Это уже потом было. То есть, они начали останавливать мысль людей. Все. И начали... Они же как фараонов. Они выбирали несколько мальчиков. Сами выбирали наиболее таких зазомбированных. Все. Потом их долго... С детства их долго воспитывали. И самый зазомбированный, который подчинялся полностью их воле, они его ставили фараонам. И некоторые фараоны, тем не менее, все равно просыпались и начинали выступать против жрецов там. Даже восстание там народное было. Вот. Поэтому жречество поняло, что его могут смести в любой момент. Поэтому они начали уходить в тень. Вот. Теперь они как бы стали тайными жрецами. И начали управлять беструктурно. Их там везде по-разному называют. Кто-то называет их там, верховного жреца, там, глобальный предиктор. Кто-то там, все по-разному называют их. Да? Вот. И вот они занимаются именно беструктурным управлением. О котором говорил еще генерал Петров там. Он вот так. Сахар подорожал. Пусть слух пускается. Вот. А на самом деле просто продавец, какой-то там купец повысил цену на сахар. То есть слух пускается слух какой-то, любая информация, вброс информации, и начинается менять, меняться структура. Потом жрецы начали использовать идеологию, религия. Иудаизм. Потом, как производный из него, там, вытек, из Библии вытекает христианство. Изначально же Ветхий Завет, это иудаизм. Из него проистекает уже христианство. Потом мусульманство, оттуда же, как оказалось, проистекает. Все, кришнаизм, все вот это вот распространяется. Потом, опять же, видишь, там много всяких направлений, там, протестантство, католичество, там, много-много-много всяких сект. Это все секты управления людьми. То есть людей разделяют, как, допустим, Индию уничтожали. Людей разделили по религиозному признаку. Это был единый народ, разделили, и все. Одни стали мусульмане, другие индуисты. Много там проявлений. Да, и все, разделили их, сделали несколько провокаций. А почему это начало происходить? Потому что колония Англия уже на тот момент потеряла эту колонию. И они уже, англичане, начали использовать эти механизмы. И все, и создали, теперь они до сих пор воюют. Пакистанцы с Индией воюют. То есть разделили сначала, в Пакистан ушли мусульмане, поставили границу, и все, и войны там идут. Управление странами возможно только если их разделить. Понимаешь? А если все будут в ведической цивилизации жить, сами еду выращивать, будут все здоровы, потому что еда натуральная, все просветлены, и воевать никто не захочет друг с другом. Поэтому, понимаешь, чтобы войну начать, нужно взять какой-то народ, допустим, как Германию, да, взяли народ. Нужно его раскачать, допустим, на почве национализма. Вы арийцы, вы сверхнация, нам их накачали, 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 а потом бросили на Россию. Как псов. Потому что для того, чтобы война началась, им нужно сначала кого-то накачать. Почему бросили на Россию? Потому что Россия стала суверенным государством на тот момент. Поэтому была использована другая страна. Но, видишь, не получилось у них все равно Россию удалить. Поэтому вот это управление странами осуществляется в политике, это всего лишь марионетки. В самом низу находится народ. Чуть выше находятся вот эти так называемые президенты, которые уже друг с другом якобы там воюют, стравливают там народы, там они начинают воевать. То есть вот эта вся возня. Над ними уже находятся жрецы. Над жрецами находятся уже так сказать, иноземные. Над ними уже находятся, ну, скажем так, не Грегоры даже, а сущности. Сущности неземные. И все происходит управление вот этими стадами, как Пушкин говорил. Вопрос, что нам делать, да? В данной ситуации. В нашей ситуации не нужно надеяться на каких-то президентов, они всего лишь марионетки. Причем сейчас нет таких правителей, как, допустим, Сталин, у которого были одни сапоги, там пара мундиров, один парадный, другой повседневный. И не было никаких денег в швейцарских банках, никаких замков не было в России, за границей, нигде. Понимаешь, дети за границей тоже не обучались. Понимаешь, Сталину он мог свою политику вести, так как он не был привязан материально. Он даже сына своего отдал, он воевал так же, как все остальные. Понимаешь, то есть таких людей, таких правителей сейчас нету. Ни в одной стране таких не знаю. Поэтому сейчас нам надеяться на каких-то правителей, не важно на каких, бессмысленно. Народу сейчас не надо надеяться на каких-то правителей, потому что если у этого правителя есть дети, то система сможет им управлять. Если у него есть где-то деньги, то система сможет им управлять. То есть все, у ребенка тут же где-то за границей найдут наркотики в сумке, в кармане. И все, его посадят в тюрьму, и все, и начнут манипулировать этим президентом. Его счета заблокируются за границей. Все, и начнется управление этими марионетками. Поэтому нам надеяться. То есть народ в данной ситуации должен надеяться только на себя. Нам нужно создавать народовластие, нужно объединяться народу. Народу нужно объединяться. И вот знаешь, как раньше было прямое народовластие в Новгороде? Знаешь, как прямое народовластие? Даже в Конституции прописано прямое народовластие. А как это было? Это просто выходили на площадь и большинством убирали князя в Новгороде, допустим. Пропу уже легко управлять. Это сейчас, сейчас, да, легко. Но в то время, в то время были люди более осознанные, они не ввелись там на пропаганду. Они просто выходили, им что-то не нравилось, все, и тут же убирали нового. А сейчас, видишь, с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, благодаря тому, что есть интернет. Мы сейчас можем в интернете объединяться и обсуждать какие-то моменты. Опять же, видишь, у каждого есть душа. Душа-то чувствует, где правда, где ложь. Ты начинаешь как-то слушать кого-то, и ты уже чувствуешь, правда ли, или ложь. А в толпе роды можно почувствовать? Я говорю, вот в интернете ты изучаешь, какого-то человека посмотришь. Я помню, что это Новгород интересует. В Новгороде там... Толпой можно что-то принять. Это было прямое народовластие. Оно в Конституции прописано. Ранние Вечи не предполагало толпу и выход на площадь? Ранние Вечи, это когда они собирались, просто на Вечи главы родов собирались, там был как-то за поселение, отправляли представителя рода. И этот представитель рода, он просто не принимал решения за все поселение, а он просто привозил своего поселения на круг, он привозил решения всего поселения. Понимаешь? То есть, если они решали там, так, что будем делать? Там, идти на войну, не идти на войну. То есть, каждое поселение там принимало какое-то решение, и они это решение на круг приносили. Все, и всегда приходили к единогласному решению. Ранние Вечи в войне были, разве? Ну, при Раннии не было. Значит, не такие вопросы решали. Значит, не такие, да, там попроще вопросы были. А может быть, посложнее, мы же не знаем, что там было. Создавать новые планеты не создавать? Да, да, у них там были... Как создавать? Да, у них там были другие вопросы, не много. Меня вот тут интересует такой момент, тут как ты начал сущности. А Бог, это вообще наш, как говорится, Творец, это все предвидел? Как это увязывается с планами Бога? Что он с этого, как говорится, интересовым какой? Это же, в принципе, все, что это происходит, можно рассматривать как игра. Россия, переводится в санкрит, Россия, поле для игры богов, к примеру. Да, то есть, понятно, что... Понятно, что... Какой интерес у Бога? Понятно, что интерес сущности показать, что их, их, иноземные твари более совершенные, чем человек. То есть, их биороботы более совершенные, чем человек. А когда что-то творит? А творец, когда он сотворял это все, я думал, он вообще даже не смотрел, ну, как бы, он не хотел никому ничего доказывать. Он просто сотворял в любви. Понимаешь? Он в любви сотворял все вот это пространство, сына. То есть, он сотворил это все в любви. Знаешь, как в творчестве, творческий порыв, это просто в любви и для любви. И для радости, и чтобы радость была для всех, от совершения его. Я в свое время читал книги, всякие разные литерические, и в одной из них написано, что по замыслу Бога человечество должно от неосознанной любви, в которой он с ней родился, через погружение материальное, сознательно перейти к осознанной любви. Такая парабола, сейчас мы на точке сгиба, как раз инволюционные процессы завершились, сейчас идут эволюционные, то есть, подъем параболы. То есть, человечество переходит к пониманию, берет, что такое плохое, что такое хорошо, взвешивает и делает сознательный выбор, идти по пути любви или идти по пути разрушения. Значит, Бог предусматривал, а для того, чтобы было с чего убирать, создается вот это ситуация, которую Бог, я так, по-моему, понимаете, досмотрел. Все ходы, всех сущностей ему уже считаны. Да, он уже все знает. Да, смотри, когда он пригласил все вот эти энергии, энергию разрушения, да, он энергию разрушения, энергию творения скомпенсировал. Но, когда эти энергии приглашал, понимаешь, он же не просто приглашал энергию разрушения. Он ее использовал. Он ее использовал. Тело червяками. А она-то думала, что она все разрушит. Она-то не знала, что ее используют. А он, я думаю, даже он ее не использовал. Он ее просто пригласил. Он знал, что как бы энергия разрушения, она тоже может получить счастье от созерцания вот этого, понимаешь, совместного творения. она же тоже участвовала в этом творении. То есть, она же тоже в нас есть во всех. Понимаешь, она тоже получает счастье. Как вот, помнишь, сказки «Красавица и чудовище»? Она же тоже, она полюбила это чудовище. И чудовище это получило счастье, понимаешь, оно поняло, что так же... За доброту свою, да? Да. И поэтому Бог вот это все предвидел. И он просто хотел, чтобы все счастливы были. Ну, ты там учти, что там заколдованный, молодой, красивый человек был. Чудовище это же расколдовалось. Понятно, да. Это поцеловало. Да, и оно потом расколдовалось, да, и стало молодым, красивым человеком. Что, может быть, это те же самые чудовища, эти разрушительные энергии, если их поцеловать, условно говоря, они расколдуются. Возможно. Любой, как говорится, «любой спасет мир». Помнишь фраза? Помнишь. То, возможно, да, так и есть, что именно любовь и спасет мир. То есть, если мы не будем бороться с этим совсем, в любви, допустим, или родовые поместья, покажем, как это прекрасно, как прекрасна жизнь в родовом поместье. И когда весь мир увидит, когда сюда поедут экскурсии смотреть на эти поместья, понимаешь, и все захотят у себя в странах. Они просто уберут этих президентов, поставят тех, которые будут, принимут законы о родовых поместьях. Институт президентства не нужен. Это же тоже механизм управления, длино. Но это со временем, это сейчас. Мы пока будем вот за сейчас говорить. Ага. Ага. То есть, если, кажется, взять правителей чудовища, их расцеловать, то они расколдуются? Ну, это прообраз. Понимаешь? Если ты там президента зацелуешь, я не думаю, что он расколдуется. Я тебе говорю, что любовь спасет мир. Понимаешь? Любовь спасет мир. Поэтому в этом поучаствуют еще, конечно, наши прекрасные богини-девушки. Они тоже свое влияние имеют, включая президентов, на всех. И все мы должны поучаствовать в этом всем. А наша задача просто показать, что есть, кроме технократического тупика, куда заходит цивилизация к самоуничтожению, есть еще и божественный, живой мир, где люди создают не мертвое пространство, а живое, садят в живые деревья, в своих поместьях рождают детей, живут в любви. и вот наша задача просто показать божественный, ведический путь развития. меня вот что интересует, я вот сейчас у вас тут на Дальнем Востоке, вы тут живете все время, я приехал как бы у меня со стороны. Вот, у меня, конечно, картинка своя складывается, что происходит на Дальнем Востоке и мне больше интересуют перспективы развития будущего Дальнего Востока. И из той информации, которую мне вот уже на Дальнем Востоке сами ребята рассказали, начали от Амурской области, я ж мог с кем разговаривать, но подросла такая картинка, что в принципе Дальний Восток это будет один из тех регионов через короткое время, где будет благостно жить вообще то есть один из лучших регионов на земле и вот это геополитическое смещение управления человечеством на Васию и сюда плюс потепление климата да плюс изменение климата А ты не был тут у нас знаешь, какие есть места вот я просто недавно побывал там и еще вода вода очень важный фактор вода потому что в европейской части с водой ситуации ухудшаются колодцы пересыхают пруды сухие стоят в поселениях уже я спрошу как долго типовой ответ 2-3 года 2-3 года пруды не наполняются колодцы опустевают у вас здесь такое ощущение что земля воду просто рождает выпирает наружу холода морозы прямо пучит эту воду и она конечно льдом замерзает в чем твой вопрос ну у меня вопрос как ты живя здесь внутри дальнего востока видишь будущие перспективы ну скажем на ближайшие 10 лет только не пойдем на ближайшие события на дальнем востоке я видишь в масштабах страны это все вижу я не хочу как-то там отделять дальнего востока дальнего стопрадного луна понятно что потепление климата чувствуется что идет идет реально потепление теплее становится и море стало теплее и это действительно слышал раньше предсказания что а вот бананы не растут ну ничего ждет скоро сюрприз я еще думаю это в книгах звенщики от России я еще думаю какой там сюрприз ждет то есть будет потепление то есть и в Сибири и на дальнем востоке будет вот так и банан климат я так из этого взял вот что да очень вероятно климат будет теплее гораздо но я считаю что дальний восток это очень показательный регион и все события которые с дальним востоком связаны они выражают именно то глобальное направление всего человечества я не меньше так вставлю не меньше восток дальний восток именно ваш регион почему тут так развито так хотят чтобы люди отсюда уезжали хочет зачистить я вот эту тему заметил что просто целенаправленно ведется политика для того чтобы отсюда люди уезжали я думаю неспроста зачистить территорию война война не получилось и этим не получилось значит надо давить на мозги что в Европе хорошо а в Европе хуже становится с каждым годом это я тебе говорю я оттуда а у вас улучшение у вас свежий воздух у вас леса еще не вырубили которые дают свежую и вода кто будет управлять водой водяной колонкой вот и будет править миром потому что вода то уходит когда там восстановится вопрос еще а у вас она же уйдет резко она уйдет резко в тире лиза два-три года все да она видишь уходит таких нефть выкачивает туда водой все заливается а потом резко просто за один год просто все леса высохнут и воды за два года за год навряд ли за два но это это не меняет происходит сразу просто не на всей территории может быть где-то где-то быстрее где-то чуть медленнее просто представь на какой-то регионе просто вода раз мне кажется что вот эта все внешняя политическая политика она умело маскирует и отводит взгляды от основного то что замышляется захват водяных ресурсов и управление человека через воду условно говоря кто на колонке то будет сидеть то есть человек больше трех дней без воды выжить без еды найдешь покушать а вот попить нет нет мы из воды создаем вот на что я бы поэтому Дальний Восток здесь выходит очень даже на ведущей позиции горно Алтай Дальний Восток называют еще Кавказ называют Кавказ Крым вот эти регионы будут по крайней мере на нашей территории наиболее благоприятны для проживания я бы еще Урал конечно сюда бы подключил Урал это очень интересное место древностью просто пышет кстати чтобы закончить я не удивлюсь если в ближайшие годы туда люди просто на массово начнут приезжать не удивлюсь не удивляйся